Был убит пророк Яхья, после этого убили пророка Закарию. Посмотрите, как легко мы это говорим. Убили пророка Аллаха. В истории сынов Исраиля убийство пророков было простейшим делом. Среди них пролилась кровь многих пророков. Мария продолжала заниматься поклонением. Мария относилась к семье Умрана, и в честь этой праведной семьи была названа целая сура Корана. Это сура Али Умран. Мария продолжала поклоняться Аллаху и без надобности не выходила из храма. В то время Всевышний Господь пожелал отправить к сынам Исраиля последнего из их пророков. Сейчас отправление пророков к сынам Исраиля будет завершено. Аллах знает лучше, сколько тысяч пророков у них было до этого, но сейчас к ним придет последний. Когда Мария вышла из храма по своим делам, по дороге, она встретила мужчину. Она сказала, «Я прибегаю к милостивому, чтобы он защитил меня от тебя, если только ты богобоязнен». Это был Джибриль, а не человек. Он сказал, «Воистину, я послан твоим Господом, чтобы даровать тебе чистого мальчика». На тот момент Мария была девственницей. Она была госпожой женщин миров. Замуж она не выходила. Она удивилась, «Так как у меня может быть мальчик?» Она сказала, «Как у меня может быть мальчик, если меня не касался мужчина, и я не была блудницей?» Иса, ее сын, будет не похож на остальных пророков. Иса, мир ему, разделит разные народы. Разные партии будут расходиться во мнениях относительно него. Он будет завершающим пророком среди сынов Исраиля. Всевышний Аллах даст Иссе такие знамения и чудеса, на которые не способен никто из людей его времени. Она спросила, «Как у меня может быть мальчик, если меня не касался мужчина, и я не была блудницей?» Он сказал, «Вот так, Господь твой сказал, «Это для меня легко. Мы сделаем его знамением для людей и милостью от нас. Это дело уже решено». Она понесла его, забеременела. Представьте себе, Джибриль, мир ему, вдохнул через вырез на ее одежде, и она тут же забеременела, без участия мужчины. Она забеременела и отправилась с ним в отдаленное место. Она отдалилась от людей, чтобы никто ее не видел и не заметил ее беременность. Когда подошли роды, она ушла подальше от людей. Бедная женщина молила Всевышнего Аллаха «Спасти ее от того, что произойдет с ней после родов». Говорили, что к ней воззвал Джибриль. Также говорили, что это был ее сын, который еще не родился и начал говорить с ней еще в утробе. И Аллах знает лучше. Вопрос, в котором люди до сих пор не могут прийти к единому мнению. Христиане говорят, что Айса родился зимой. Но зимой пальма не плодоносит. Она дает финики летом. Хорошо, как тогда Марьям потрясла пальму зимой, на нее упали свежие финики, и она поела эти вкусные свежие плоды. Есть два вероятных объяснения. Во-первых, это могло быть чудом. Аллах наделил даром речи новорожденного и сделал так, что зимой на пальме появились финики. Это было чудо для Айсы, мир ему, когда он рождался. Пальма стала плодоносить зимой. Также говорили, что христиане ошиблись в дате рождения Иисуса. И истинное знание об этом у Всевышнего Аллаха. Она родила его. Но что она сейчас будет делать? Говорили, что какое-то время, несколько дней, она оставалась там с Айсой, а потом вернулась с ним в храм и прошла мимо сынов Исраиля. О, Аллах! Это была величайшая беда. Пророки призывали сынов Исраиля к религии Аллаха, а они убивали их без всякой причины. Пророки запрещали сынам Исраиля запретное, и они лишали их жизни. Сыны Исраиля были нечестивыми, несправедливыми людьми, творящими беззаконие на земле. Как вы думаете, что они сделают с молодой, незамужней девушкой, которая держит на руках грудного ребенка? Они сразу же обвинили ее в прелюбодеянии, и да упасет нас от этого Аллах. Тут же. Хорошо, но подождите, потерпите. Как сказал Аллах, они не уверовали и возвели на Марьям великий навет. Тогда они не могли не воспользоваться моментом и принялись обвинять эту праведную девушку, дочь Аймрана, чью семью они хорошо знали. И это была непростая семья. Муж ее сестры был пророком, и вы убили его. Убили одного из пророков Всевышнего Аллаха. Она принадлежала семье, в которой присутствовало пророчество, праведность и религиозность. Девушка с детства не выходила из храма. А теперь вы обвиняете ее в прелюбодеянии? Говорили, что этот Гарун был одним из известных праведников, но это был другой Гарун, не брат Мусы. Из-за него других праведников они ассоциировали с Гаруном, говоря, это брат Гаруна, то есть он как Гарун. Все, они уже выдвинули свое обвинение. Они говорят, почему ты не стала такой, как твой отец? Ты опозорила своего отца и мать. Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся. И до этого Мариям дала обет не говорить с ними. Она показала на новорожденного. И они стали смеяться над ней, издеваться и угрожать. Как мы можем говорить с младенцем в колыбели? Они говорили, как мы можем говорить с младенцем в колыбели? Сейчас вокруг нее собрались сыны Исраиля. Много людей. Все они видят эту праведную женщину, которая держит на руках младенца. И тут случилось чудо. Этот младенец заговорил, Иисус Боряк. С этого момента в религии сынов Исраиля начался настоящий раскол. Среди сынов Исраиля началось настоящее религиозное разделение. Ранее у них были различные разногласия, касающиеся политики, власти, искажений Священного Писания, но здесь сыны Исраиля по-настоящему раскололись. Одна их группа склонилась к Иси и уверовала в то, что он пророк, а другая группа обвинила его мать в прелюбодеянии, а ребенка в том, что он незаконнорожденный. Ребенок подрастал, и в младенчестве он заговорил всего один раз, когда произнес те слова. Затем он начал расти, развиваться, и в нем стали проявляться различные знамения и чудеса. Евреи обеспокоились. Они захотели убить его, зарезать. Тогда Всевышний Аллах разрешил Марьям и ее маленькому сыну покинуть святую землю. Куда они пойдут? К холму на возвышенность, в укромное место, где протекал ручей. Говорили, это было в Египте. Марьям ушла со своим сыном Исой, мир ему, и поселилась в Египте, где была река, и росли разные растения. Она жила там какое-то время, спасаясь от сынов Исраиля, чтобы они не погубили ее и ее ребенка. Что произошло потом? Как разделились сыны Исраиля? Все это с соизволения Аллаха станет темой нашего рассказа в следующей серии. Вверяю вас Аллаху. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.